Дамы и господа, это Персидский в Персидском заливе! Как же долго я этого ждал! Как же долго я этого ждал! Вода просто вообще прозрачная, теплая. Посмотрите, какой закат. Просто кайф. Друзья, я в Дубае. И сегодня, в свойственной мне манере, тезисно, абсолютно не связано, я поделюсь с вами впечатлениями, эмоциями и мыслями о Дубае. Погнали! Помните, как там у Достоевского в Идиоте, когда у князя Мышкина спросили его первое впечатление о Швейцарии? Как вам понравилась Швейцария? Ваше первое впечатление? Сильное. Первое впечатление было сильное. Так вот и у меня то же самое. Первое впечатление сильное. И в первую очередь, вот от вот этих всяких вот небоскребов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, это действительно, правда, впечатляет. Вот когда ты вот видишь вот это все, это вау прям. И строят они здесь интересные, необычно строят, и культура строительства другая. И вообще здесь все другое, понимаете? Но это тема немножечко даже для отдельного видео. И, кстати, ну, естественно, больше всего впечатляет Бурж-Халифа. Я когда первый раз пришел на Бурж-Халифу, я просто залип вот так вот. На нее смотрел полчаса, и у меня аж шея заболела. Да. Ну, давайте, знаете что, хотел бы начать с другого, все по порядку. Я бы хотел вот в тенечек куда-то уйти и поговорить о погоде. Начнем с погоды. Тенечек, тенечек. Начнем с погоды. Это тоже что-то, что очень сильно впечатляет. Здесь жарко. Здесь очень жарко. Я бы даже сказал, здесь супер жарко. Я недавно наткнулся на рекламу. Там девочка рекламировала недвижимость в Дубае и говорит, покупайте недвижимость в Дубае, потому что здесь круглый год, хорошая погода. Недвижимость в Дубае покупать надо. Об этом мы как-нибудь с вами поговорим, я думаю, в отдельном видео. Но уж точно не потому, что здесь круглый год, хорошая погода, а потому что здесь не круглый год, хорошая погода. Потому что здесь хорошая погода 4 месяца в году. Это половина ноября, нет, половина октября. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, 4, ну, 5 месяцев в году. Вот так приемлемо. Запутался я, короче. В остальном, в остальном, ну, нереально. Понимаете, вот я когда приехал сюда, а я здесь уже давненько, я вот так вот из аэропорта выхожу, двери там открываются, и просто вот так вот жара, вот просто в лицо, вот прям вот такой удар жары. И вот как здесь летом, допустим, температура 40 градусов. 40 градусов это сверху, вот. А еще другие 40 градусов вам бьют от асфальта и от бетона вокруг. Итого получается 80, вообще очень весело, прикольно, круто. И солнце здесь ядерное, атомное, потому что все-таки экватор как-никак. И, кстати, по поводу солнца. Я вам сейчас покажу прикол, только не смейтесь, я не один такой здесь. Я далеко здесь не один такой. Я уехал из Питера для того, чтобы ходить зонтиком здесь, в Дубае. На самом деле это непростой зонтик, если вы можете посмотреть. Вот здесь вот на рукоятке нарисовано не только дождь, но еще и солнце. И это зонтик, у которого внутренняя сторона такая белая. Она защищает от ультрафиолетовых лучей. То есть здесь черное, здесь белое. И очень часто люди ходят вот с такими зонтиками, потому что, ну, нереально. Понимаете, это опасно. Это же радиация и все дела. А я парень чувствительный, тем более. Вот, поэтому да, солнце. Солнце это, конечно, беда. Есть еще и другая беда здесь. Это отсутствие кислорода во время жары. Жара сжирает кислород. И, собственно, кислородное голодание – это такая нормальная проблема. Вот. Но здесь с этим всем научились бороться. Как? Правильно. Есть кондиционеры. Я обожаю кондиционеры, понимаете. Я вот в Питере все время ругался, когда я садился в какой-нибудь кафе-ресторан, и на меня дул кондиционер. Я вообще ненавижу кондиционеры. А здесь как бы кондиционеры везде. Но они во благо. То есть мне здесь нравятся кондиционеры практически везде и всегда. За исключением бывают какие-то моменты. Вот заходишь в какое-то там заведение, неважно, опять же, тот же кафе-ресторан, и бывает, они слишком холодные делают кондиционер. И вот ты в шортах-футболке из плюс сорока заходишь в плюс восемнадцать, и ты как бы, excuse me, но не очень комфортно. Пару раз я просто заходил и выходил из помещения, потому что я понимал, что нет, нереально. Поэтому я с собой кроме зонтика ношу постоянно какую-нибудь кофточку, ветровочку или худи с капюшоном, которую можно накинуть в помещение. Вот такие дела. Слушайте, ну здесь дорого. Что там говорить? Ну, вернее, как дорого? Относительно дорого, да? Ведь все же в этом мире относительно. Чтобы вы понимали, если вы... Ну, давайте так. Здесь можно реально вкусно и недорого покушать. Вопросов нет. Но если вы турист, если вы кушаете в туристическом месте, пожалуйста, будьте готовы отдать за вот такую вот среднюю еду три тысячи рублей. Любой вот сэндвич это шестьсот рублей, кофе шестьсот рублей, не знаю, какое-нибудь блюдо это минимум шестьсот рублей. Минимум, минимум, понимаете? Вот более-менее приличное заведение это три тысячи рублей. И это без алкоголя. Алкоголя здесь, кстати, нету, чтобы вы понимали, да? А если есть, то он дорогой. Алкоголь продается либо в специально отведенных местах, либо туристам, либо людям, у которых есть лицензия, или же в отелях. Значит, получается, что... Отвлекли меня. Короче говоря, алкоголь нет, и вообще эта мусульманская страна, она вообще не про алкоголь. Еще, что здесь очень дорого, это сигары, мои любимые. Здесь вообще очень легко бросить курить. Почему? Потому что ровно в два раза здесь дороже сигары. И я офигеваю, вот... Вот эта печалька вообще. Еще здесь в Дубае категорически противопоказано болеть. Потому что если вы заболели, а еще, не дай бог, у вас нет страховки, то все, пеше пропало. Визит к доктору 10 тысяч рублей, снимок сделать 10 тысяч рублей, прописать лекарства там еще сколько-то, я не знаю. Ну, короче, все измеряется в десятках тысяч рублей. Еще здесь дорогие штрафы. Ну, они космические какие-то, если честно. В принципе, это очень правильно. Мне этот момент очень нравится. Потому что, вот, допустим, у нас в России, да, там, превышать можно, пожалуйста, едешь 120, пришел тебе штраф 500 рублей, ты его с 50% скидкой заплатил 250, ну, как бы вообще копейки, и все ездят, нарушают. Здесь же, ну, вообще, я вам так скажу, вообще лучше ничего не нарушать от слова совсем, потому что штрафы космические. Вот я говорю, я взял тут машину в аренду, а про машину мы поговорим чуть попозже, и я себе сказал, так, все, я суперкрутой водитель, супер максимально осторожный, я ничего не нарушаю, все, все, все. Катаюсь, катаюсь, месяца не проходит, мне приходит штраф в 450 дирхам. А это, чтобы вы понимали, 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей, Карл. Я думаю, что ж я такого натворил? Сейчас будет шумно там. Значит, я думаю, что ж я такого натворил? Пошел выяснять, где это я превысил, а на самом деле нет, я нифига не превысил. Этот штраф называется lane discipline. То есть я линии, ну, в общем, поняли? Там машина проехала, которая моет тротуары. Значит, то есть вы поняли, я как-то, видимо, не так перестроился, где-то что-то вот заехал на какой-то островок, пересек где-то линию не ту, и все, 9 тысяч рублей, Артем Персидский, цинь-цинь-цинь-цинь-цинь, в копилочку, пожалуйста, оплатите. И вообще, вот в частности, отсюда идет культура вождения. На самом деле это очень чувствуется разница колоссальная. Все едут, вот все друг друга уступают, все красиво катаются. И вот как-то культурно, знаете, культурно. И опять же, в частности, это из-за штрафов. И я считаю, что это очень круто и правильно. Теперь давайте немножко поговорим про зарплаты. Но перед тем, как я поговорю про зарплаты, я обязательно должен рассказать кое-что прикольное про индийцев. Значит, здесь очень много индийцев. Прям, мне кажется, подавляющее большинство. И это, по сути, дело здесь рабочая сила. И они в основном на стройках. И зарплата у них ниже всех. И, знаете, есть врачи индийцы. И есть серьезные специальности у них. Ну, то есть их здесь большинство просто-напросто. И получается, что эти индийцы, блин, они на самом деле прикольные ребята. Очень. Они мне нравятся. Правда. Ну, вот они симпатичные, улыбчивые и так далее. Но какой у них английский язык? Вы знаете, друзья, я... Вот смотрели комедии, где Гарик Мартиросян? Там было про радио у них, скетч про радио. И он там пытался изобразить вот этот индийский-английский. Вот как вот он все точно изобразил? Вот вы себе не представляете. Я, когда разговариваю с индийцем, я так напрягаюсь. У меня один раз даже голова разболелась. Мне нужно было очень понять, что он говорит. И это просто невыносимо. Вот это просто невозможно. Он мне, значит, один раз, индус, мне говорил цену, сколько это стоит. И сказал, что приблизительно так. Все-все-все-все. Я такой, что? Я говорю, excuse me? Все-все-все-все. Я такой, не понял, еще раз. Все-все-все. Я в смысле, come on. Он берет мне и пишет 65, понимаете? Ребят, это было 65. Это 65! Это тяжело. Так вот, у индийцев самые маленькие зарплаты. У русских чуть-чуть повыше зарплаты, у европейцев еще чуть-чуть повыше зарплаты, у англичан еще повыше зарплаты прям хорошие. Ну и вообще все хорошо в этом мире у локолов, у местных. У них вообще все, жизнь удалась. И мы берем вот все вот эти зарплаты, высчитываем среднеарифметическое, и у нас получается индекс чашки кофе латы. Если не знаете, что это такое, обязательно погуглите. И получается, что здесь нормальная цена 600 рублей за чашку кофе, потому что вот эта разница, рейндж, да, в зарплатах, он очень большой. Она, она, разница большая. 600 рублей чашка кофе это норма здесь. У нас в Питере это вообще не норма. В Москве в некоторых местах, да, норма. Но все в этом мире относительно, как я уже сказал. Так, идем дальше. Следующая тема. Я бы хотел поговорить про машины отдельно и дороги и так далее. Здесь мне нравится прикол в том, что есть какие-то машины, которые очень популярны. Например, очень популярные джипы в Рангеле вот эти. Но они популярны потому, что на них еще любят по пескам ездить. И вообще джипы и кроссоверы и вот прям вот настоящие джипы здесь достаточно популярны. Также здесь очень популярны Тесла. Прям, ну, очень их много. Прям вот на каждом шагу и заправочные станции есть. И все для Тесла есть. И, пожалуйста, где хочешь ты подзаряжай свою машину. И в отеле в каждом есть заправочная станция. И на каждом чуть ли не перекрестке. То есть это круто. Есть салоны Тесла. И в один из них я даже заглянул. И там прям показываются все внутренности машины и так далее и тому подобное. Но вообще очень классно и интересно. Я посмотрел. Там на самом деле кроме двух аккумуляторов и четырех колес, собственно, ничего нет. И, в принципе, я вот посидел в Тесле. Мне понравилось. Но это какой-то гаджет, блин, больше, чем машина. То есть там как-то внутри, ну, супер аскетично, минималистично. И как-то вот как Apple Watch, блин, честное слово. Но прикольно. Но динамика у нее, конечно, пуляет она, будь здоров. Но, но. Тут джипа понятна, Тесла понятна. Вообще много электрокаров. Вольксваген часто попадается. Электрический и Тойота гибридные. Тоже супер популярные. Особенно у таксистов. Вон, пожалуйста. О, сейчас, подождите, раз уж мы говорим про машины. Сейчас, секундочку. Вон, пожалуйста. Тоже популярная штука. Самокаты Lime. Я, кстати, на них... Я, кстати, на Lime в Париже катался. Да? Это же из Парижа, по-моему. Так вот, о чем-то я. Да, но, 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 но круче всего и больше всего здесь ценится. И вот прям отдельное место отведено суперкаром. Прям, ну, вот это очень выделяется. Здесь очень много суперкаров. Здесь просто вот, я не знаю, как это обозвать. Культ, Бзик. Или, я не знаю, но здесь все очень любят суперкары. И это видно, особенно пятница вечер. На GBR там ты выходишь. И вообще куча вот этих суперфешенебельнейших машин. И они все газуют, и красивые, и чистые. И они везде. Там приезжаешь в какой-то молл, и на валет-паркинге обязательно стоит какая-нибудь Феррари, Ламборгини. Какой-нибудь там, я не знаю, Корвет. И понимаете, что интересно? Что на фоне вот этих всех спорткаров, которые вот вообще там невероятные какие-то машины, которых я вообще в жизни никогда не видел. Как-то теряются всякие Бентли. То есть вот ты смотришь на Бентли и думаешь уже, какие-то Жигули вообще. Ну, потому что рядом какая-нибудь там Ламборгини. И, ну, понимаете, да? То есть это достаточно забавно. И, понимаете, здесь все сделано для вот этих суперкаров, спорткаров. В частности, дороги. Дороги, чтобы вы понимали, это просто вот гладь. Вот вы просто едете, представляете, ям никаких нет. Ни одной не видел. Дороги настолько шикарные, что ты просто плывешь. Ты просто плывешь вот как по озеру в 5 утра. В штиль. Ты не думаешь ни о чем, ты наслаждаешься. Дороги, знаете, я под таким впечатлением от дорог. То есть такое бывает, понимаете? Я вот был в Москве. И я заметил, что в Москве ездят поливочные машины, которые там вверх поливают. Охлаждают асфальт. Я гуглил, я узнал, для чего они это делают. Они охлаждают асфальт, чтобы он не перегревался и чтобы не трескался. Прикиньте, здесь этого нет. И ничего не трескается. И дороги вообще в таком идеальном состоянии. Их не перекладывают, их тут не переделывают. Это как они так? Это вот как они так смогли? Наверное, как-то смогли. Но есть один прикол, который я не очень понимаю. Это пешеходные переходы. Здесь очень часто пешеходные переходы на возвышенности. Нет, меня вот просто реально очень интересует, как вот здесь проезжают суперкары. Это же... Это же... Как, как, как здесь Феррари или Ламборгини собираются проехать? Вообще, продолжая тему, что все здесь впечатляет. Да, действительно, дороги впечатляют. Особенно вот, ну, взять, к примеру, самую главную артерию Дубая. Эль Шейхзаид Рот. Вот, 8 полос в одну сторону, 8 в другую. Опять же, все ровненько, чистенько, аккуратненько. Ни намека на ямы, да, это я уже повторяюсь, просто я никогда не видел в жизни таких дорог. И впечатляют вот эти развилки, вообще вот это дорожное сообщение, которые непонятные совершенно. Вот я вам вот здесь вот сейчас вот показываю, какие вообще бывают перекрестки. И на этих перекрестках частенько навигаторы сходят с ума, понимаете? То есть они не понимают, вообще непонятно, что к чему, куда, где. Как это все спроектировано, как это все сделано, как это все реализовано. Это просто что-то невероятное. Там вот эти всякие эстакады и вот просто вот эти лабиринты, это вау, это вообще восторг дичайший. Кстати, Дубай, он не совсем для пешеходов. То есть вот, смотрите, есть там Дубай-марина, вот где я сейчас хожу. Здесь прекрасно, шикарная туристическая вот, как не туристическая, а пешеходная зона. Есть, пожалуйста, даунтаун, естественно, там прекрасно, шикарно гулять. Но в остальных местах очень частенько попадается, что вообще нету тротуаров, понимаете? То есть вот прям вот идешь, тебе нужно дойти из точки А в точку Б, а тротуара нет. Ну, вот как-то так. И не нужен здесь тротуар, потому что без машины, потому что тебе нужна здесь машина. Без машины вообще никуда. Да, и вот, например, вы возьмите во внимание то, что если вы приехали, скажем, где-то остановились и отметили для себя, что через дорогу находится то, что вам нужно, и вы думаете так про себя, буквально пять минуток там пешочком пройтись, через дорогу перейти. Нет, так здесь это не работает. У меня был один такой момент, когда мне нужно было в одно местечко заглянуть, и я смотрю, а, ну так это через дорогу, через гугл прокладываю маршрут, и понимаю, что идти там не показывает 39 минут. 39 минут. Такие дела. А давайте я вам покажу, на какой машине здесь езжу я. Вот такая у меня красотка. Это Хонда HR-V. Очень симпатичная, как мне кажется. Красивый синий цвет. Она такая экстравагантная и эксцентричная. Молодежная. И вообще мне нравится. Она реально прикольная. Она мне нравится в первую очередь потому, что я ее первый владелец. То есть я взял ее в аренду. Сейчас это не реклама, просто я вам сейчас покажу, что вот, херц, все дела. Вот это она у меня, Хондочка. И вот я ее взял, там было 9 километров пробега. И, может быть, этим она меня зацепила. Но она реально симпатичная, прикольная. Но у нее есть один маленький момент, недостаток. Я боюсь вообще гуглить и проверять, сколько там лошадиных сил. Мне кажется, 70 или 60 или 50. Я не знаю. Но она очень. А если еще Канди включить, это все. А когда Канди включается, такое впечатление, вот знаете, такой звук, как будто включился холодильник. И как будто включился холодильник. Сбился я. А, да, и во время включения она еще вздрагивает вся. То есть вот я так стою на светофоре. Канди отключился, да, потому что в авторежиме. И тут он включается, и машина такая. Заработал кондиционер. Ну, забавно, конечно. Но Хонда, это, конечно, я все-таки приверженец ВАГа. И Volkswagen Audi Group рулит. А Хонда это такое себе. Обходится мне эта машина в 65 тысяч рублей в месяц. Арендуя я ее помесячно. И, ну, там взять на неделю, на две, это получится дороже. Еще в месяц подешевле. На год это еще подешевле. А если вы не турист, и у вас здесь есть Emirates ID, тогда вам будет это еще дешевле. Ну, то есть у меня получается, как я уже сказал, 65 тысяч рублей в месяц. Я живу в отеле, тоже снимаю его помесячно. Отель стоит 120 тысяч рублей в месяц. Это Ibis, три звезды. Как я уже сказал, у меня тут все сумбурно и не связано. Поэтому так, вернемся еще раз к машине. Я забыл сказать, что бензин здесь такая же цена, как в России. Парковка, в зависимости от района, она может быть 2 дирхама в час. А может быть и 50 дирхам в час. Дирхамов, кстати, да. По-моему. Не дирхама, дирхамов. Чтобы перевести из дирхамов в рубли, вам нужно умножить на 20. Все очень просто. То есть представьте себе, что 50 на 16, это будет 1000 рублей в час. Парковочка в центре. Но здесь прикол в чем, что в шопинг-молы, в шопинг-молах бесплатно 3 часа, по выходным вообще бесплатная парковка. И, ну, короче, нормально. Нормально здесь все сделано. Не то, что у нас в Питере вообще сделали парковку. Да, она дешевле, но почему она платная в выходные дни, я вообще не понимаю этого в упор. Такого, по-моему, вообще в мире нигде нет. Чтобы парковка была платной в выходные дни. Только вот в Питере и в Москве, я так понимаю. Да, и последний момент про машины забыл рассказать. Расскажу сейчас. Это мойки. Здесь очень прикольные мойки. Располагаются они в торговых центрах. То есть вы приезжаете в торговый центр, вы паркуетесь на обычное парковочное место. И к вам сразу же подбегает индийец и говорит CarWash, CarWash. И вы берете и соглашаетесь, потому что он очень любезно вам это все дело предлагает. CarWash стоит от 15 до 25 дирхамов. И как они это делают? Они делают это очень прикольно. То есть прямо ваша машина остается на парковочном месте. У них есть такие, не знаю, как это назвать, карты или что-то в этом роде. Такие машинки маленькие они с собой возят. И там внутри все для мойки. Там всякие щетки, у них тряпки и так далее. Но что здесь такое грязная машина? Грязная машина это просто пыльная машина. И вот у нас в России бы это не прокатило, потому что у нас грязная машина, это нужно грязь сбить и так далее и тому подобное. А здесь все очень просто. Они влажную такую уборочку делают, все очень аккуратно, все хорошо будет, классно. И под машиной не остается никаких луж, ничего. И удобно. Вы ушли шопингом заниматься, возвращаетесь, ваша машина чистая. То есть вот этот момент мне очень понравился. Внутри вот единственное, они не моют, то есть нужно ехать прямо вот на мойку-мойку. Но в основном все моют машины в шопинг-центрах. Кстати, обратите внимание, что сейчас идет, вы уже могли, наверное, заметить, дождь. Здесь прямо моросит дождь. И прямо это вообще удивительное явление. Здесь в Дубае пару дней назад вообще прям шел, ну, такой хороший дождь на весь день. И люди повыходили, и они снимали там с фотоаппаратами, с камерами вышли и снимали лужи и так далее и тому подобное. Я вам открою маленький секрет. Сейчас вот, видите, там циферка 3 у меня на часах. Это 3 января, 23 градуса тепла и моросит дождь. Вот такая зима в Дубае. Ну, дождь, это просто здесь супер большая редкость. А я уже второй раз попадаю на дождь. Это, ну, вот сейчас супер комфортно. Вот вы себе не представляете. Такой еще легкий ветерок. И прямо вот я кайфую. И солнца нет палящего вот этого, который вот просто пронзает тебе это солнце. Хорошее время, хороший момент я выбрал для того, чтобы снять для вас видео. Вот я просто гуляю по Марине вот так вот. Дубай-Марина, да. И болтаю, рассказываю вам про Дубай. Я предлагаю отдельно затронуть тему отелей. Ведь это совершенно отдельная и особенная тема здесь, в туристическом городе. В городе вообще для туристов, где все должно быть для туристов. И где все должно быть шикарно, вычернуто, красиво, элегантно, luxurious и так далее и тому подобное. Конечно, огромное внимание уделяется отелям. Естественно, здесь вот, как сказать, здесь, наверное, даже вот, я скажу такое слово, здесь парятся по поводу отелей. Потому что все должно быть реально на самом высоком уровне. Даже мой iBiz трехзвездочный, вы знаете, какое-то отдельное отношение, особенное, внимание всегда. Да, наверное, здесь есть отели и не очень, но вот я говорю то, что я вижу. Потому что я, когда выбирал, я смотрел, реально были отели с плохими отзывами и так далее. Но, естественно, не только в Дубае. Чем дороже отели, тем весь комфорт лучше, выше и так далее. Но если мы говорим про пятизвездочные отели, какие-то там шести, семи, восьми звездочные отели, это, конечно, я заходил в некоторые отели, вот там прямо вот пахнет роскошью. Вот прям запах такой, цветы красивые, все вот чисто аккуратно, мрамор, гранит, красивые канделябры, люстры. Фонтаны, инсталляции какие-то различные. Везде вкусно пахнет. Всегда везде тебя встречают с улыбкой, относятся с вниманием. Вот этот люкс, в первую очередь, он ощущается в отношении к тебе. Это правда. Вот здесь это очень чувствуется. Ну, естественно, а вообще я интересуюсь отелями, так скажем, и мне всегда интересно вот... Мне всегда интересен сервис, вот так скажем. Я не мог не зайти в Атлантис. Самый такой известный и популярный отель здесь, который находится на Пальме, прямо на самом пике Пальмы. самый такой вот luxurious отель ever. Вообще, I have ever seen in my life. Вы заходите в этот отель, и вы попадаете в холл, который просто поражает воображение. Просто невероятные какие-то инсталляции, колонны. Я не могу описать вообще все то, что чувствуешь. Вот эти эмоции, когда ты попадаешь в холл этого отеля. Это, конечно, шикарно и невероятно. Внутренний двор, все внутри, вот эти, опять же, холлы, коридоры. Я такой роскоши вообще никогда не видел. Ну, естественно, изюминка этого отеля — это аквариум. Очень большой аквариум, эффектный. Просто вот люди приходят, вот туристы, которые не останавливаются в этом отеле, они приходят посмотреть на этот аквариум. Я, когда это все увидел, когда к нему подошел, я залип. Минимум на полчаса рассматривал рыбок. Это просто невероятно. Для меня это был вообще просто полный восторг. Субтитры сделал DimaTorzok А вот, кстати, и закончился дождь, и все, уже солнце выглядывает. Дождь был недолгим. Минут семь. Идем дальше погулять. Я, блин, сел на мокрое. Вот я молодец вообще, просто капец. Вообще, здесь все сделано для того, чтобы вызывать восторг. И в частности, вот эти всякие представления и красота вокруг — это все для того, чтобы вот люди, туристы такие, вау, ничего себе. И еще, в частности, я говорю про фонтаны. В Дубае есть два места с фонтанами. Первое место — это, конечно же, даунтаун у Бурж-Халифы. Самые главные центральные фонтаны. Представление по вечерам идет. Каждые полчаса играет песенка. И все очень красиво. Вот зацените. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И второе место, где можно посмотреть красивые разноцветные поющие фонтаны, это как раз на Пальме, Депонте место называется, по-моему я правильно его назвал вам, с видом как раз на отель Атлантис, очень красиво, тоже зацените. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот там как раз в этом месте, непосредственно прям вот то место, откуда я снимал фонтаны, там есть очень примечательный ресторан, о котором я, о котором, о котором, о котором, о котором я вам хочу рассказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед тем, как я вам расскажу про ресторан этот, буквально вкратце про еду. Вы знаете, здесь все очень вкусно, интересно, разнообразная еда, она, конечно, такая восточная. Но я для себя эту кухню делю на три категории. Это острая, не острая и совсем не острая. Понимаете, вот совсем, мне нужно совсем не острая, потому что даже то, что они называют не острым, оно капец какое острое. И я всегда терроризирую официантов, я вот так вот спрашиваю, типа, спайси? Они говорят, не, не, не спайси. Я говорю, точно не спайси. Они говорят, вообще точно не спайси. Я спрашиваю, точно, точно не спайси. Они такие, вообще все не спайси, приносят острое. Так вот, если вот вы, русский человек, засиделись в Дубае и соскучились по русской кухне, я рекомендую вам заглянуть в ресторан «Березка», который находится вон там вот на Пальме, с шикарным видом на фонтаны и на отель «Атлантис». Это максимально русский ресторан с максимально русской кухней. Ну и не с очень максимально русскими ценами. Но мне надо было все попробовать. Ну как все. Я заказал, я когда увидел шубу, я понял, что я хочу шубу. Я скушал шубу, мне очень понравилось. Я прям кайфанул, знаете, вот прям вот, вот, вот прям шуба по-русски, вот прям шуба-шуба. Шуба-дуба, знаете, вот такая штука. Потом я себе заказал котлетку по-киевски или как там она называется, я не помню. Она была жирноватая, но все равно вкусная, вкусная. То есть и от котлетки с пюрешечкой я прям вообще кайфанул тоже по полной нормально. Но больше всего мне понравился десерт. Классная подача, реально классная подача на огромной такой миске с зернами кофе. И это десерт птичье молоко, который выглядит в виде сигары. Очень вкусно. Повторяюсь, красивая, элегантная, необычная подача. И вот это десерт по-настоящему классный. Вот 10 из 10, прям 10 из 10. Плюс компотик, плюс кофеечек. И получается вот приблизительно вот столько денег. Вот, вот, вот столько денег я там оставил. Русский ресторан. Йопс Тодей. Вообще я хочу на минуточку отметить Дубай вечерний, так его назовем. И попытаться вам передать вот эту атмосферу вечернего Дубая. Потому что это абсолютно другая атмосфера, какая-то особенная. Дубай очень красивый вечером. А вот это здесь есть такие специальные заправочные станки. Так скажем. И заправляться здесь можно питьевой водой. Причем заправлять можно только бутылки. То есть вот прямо из-под крана пить нельзя. С рук пить нельзя. Исключительно можно наполнять бутылки. Это какая-то супер чистая вода, которая проходит очень много всяких там стадий очисток. Специальными фильтрами и ультрафиолетовыми. Какими только не фильтрами. В общем, вот такие дела. Пожалуйста, питьевая водичка. Если у вас есть пустая бутылка, то вперед. Refill here. А тем временем я гуляю по Марине. У меня вечерний променад, так сказать. В каменных джунглях. Водичка, пожалуйста. Смотрите, а. Ну, красотища-то. Ляпота жежветь. Погода классная. Асфальт чистый, обращаю внимание, да? Ну, красиво, красиво. Красиво. О, красиво. О, красиво. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, я вам официально заявляю, что темнеет здесь буквально за 3,5 секунды. То есть, как таковых сумерек, но их практически нет. Сразу становится темно. И вот, когда темно, выглядит это приблизительно следующим образом. Когда темно, по-другому красиво как-то, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и третье место для прогулок, которое My Recommendation, это City Walk. Это прям целый квартал, который меня поразил вообще. Шикарный квартал с магазинами, с ресторанами, с гранитной мостовой. И все чисто вылизано, блестит. Фонтан очень классный, непонятный, вообще какой-то футуристичный, который там выдвигается, задвигается. Он просто настолько классно смотрится, что, ну, друзья, просто какой-то космос, просто будущее. Там такая атмосфера, вот знаете, вот все гуляют. Вот как вам это передать? Вот даже вот я вот вам вот это все показываю. И вы можете только вот так отдаленно представить, какая вот там легкая атмосфера спокойствия, непринужденности. И вот мне кажется, почему я так вот этим всем восхищаюсь? Потому что, наверное, это то, чего мне так давно не хватало. Вот я от этого больше всего кайфую, мне кажется. В общем, сити-вок для прогулок просто однозначно топ. Знаете, что мне в Дубае очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно нравится? То, что здесь нет никакой живности вообще. Ну, то есть вот есть чуть-чуть муравьев. По-моему, я встретил два или три комара за все время. И... Все. Все. Здесь есть очень симпатичные птички. Такие с желтыми лапками и красивым оперением. Очень забавные. Я понятия не знаю, не имею, как они называются. Но они мне очень нравятся. И нету никаких ни там ни пчел, ни ос, ни мух, ни... А, нет, мухи есть чуть-чуть. Чуть-чуть есть маленькие, да-да. Ни каких-то там гусениц, ни вообще этих пауков, ни-ни-ни... И мне очень нравится, что нигде ничего не ползает. И как-то вот я к этому всему... Тут, в общем, комфортно в этом плане. Так, а теперь я буду хвастаться. Друзья, извините, не люблю хвастаться, но иногда надо. Два события, на которых я побывал здесь, в Дубае, которые произвели на меня неизгладимое вообще впечатление. Это фан-зона чемпионата мира по футболу, который был в Катаре. До Катара я не доехал, но на фан-зоне побывал. И я вам скажу, что это невероятные эмоции. Это просто было фердопердозно. Очень круто. Какая-то огромнейшая фан-зона с невероятно крутым экраном, с энергетикой. И вообще супер все классно организовано. И там было все для отдыха и для веселья. И музыканты там были. И еда, и пиво, и игры разные, и вообще любые активитис. И это настолько круто. Но это все ерунда по сравнению с эмоциями и по сравнению с атмосферой, которая царила там на этой площадке фан-зоне. Я просто вам покажу. Вот просто зацените, что творилось в первую секунду после того, как Аргентина забила первый гол. Я весь чемпионат болел за французов. И этот финал для меня был просто еще больше из-за этого эмоциональный. Короче говоря, это был какой-то невероятный матч с невероятной атмосферой на фан-зоне вон там. В общем, я кайфанул, несмотря на то, что мои любимые французики проиграли. И второе событие, на котором мне удалось побывать, это World Tennis League. Я впервые в своей жизни был на Большом Теннисе. И вы знаете, я точно так же кайфанул. И это оказывается очень классно. Был я, кстати, смотрел на Джоковича. И он вообще очень классный, веселый, развлекал народ. И вы знаете, я понял, что это тоже такой старперский, как оказался, вид отдыха. Потому что там в основном были все пенсионеры. Но это такое веселье. И это так классно. И буря эмоций. И я за этого Джоковича болел. И даже подписался потом на него в Инстаграме после этого. А, да, еще. Откуда же у меня столько эмоций? Потому что я еще и мяч теннисный поймал. Представляете? Давайте я вам сделаю так, как будто вот сейчас вот возьму вас и перенесу вон туда вот на теннис. И вы прочувствуете атмосферу вообще, что там творилось. И каково это вообще прийти посмотреть матч большого тенниса. Перевтянь, перевтянь. Перевтянь. вы знаете я уже тут давненько уже больше двух месяцев если честно если бы вы следили за мной в инстаграме то знали бы вообще чё где и что и как и когда так вот больше двух месяцев а я еще много где не был здесь вы не представляете ну я вот еще можно сказать практически ничего не видел это первое впечатление если честно тут делаю кое-какие делишки я не совсем турист и может быть про свои делишки я реально запишу еще одно видео другое ну в общем увидите посмотрите так вот к чему это я реально много где не был но я был в магазинах а магазины во первых на магазину нужно достаточно много времени а во вторых здесь много магазин здесь очень много магазинов и это вообще тоже отдельная культура тоже вот понимаете может быть даже какой-то культ я не знаю просто здесь магазин везде здесь магазин это отдельная жизнь я говорю что очень часто особенно в жару люди просто приходят в шоппинг-маллы отдохнуть то есть провести время потому что на улице жарко до летом и даже вечером ну жара духота и так далее а тут шопинг-маллы так построены что там есть все и значит не только магазины но еще и рестораны и какие-то разные активе тисы даже горнолыжные склоны курорты есть в шопинг-маллах понимаете то есть ну там прям вот ты приезжаешь шопинг-малл а там город там вот прям реально город и на это тоже нужно время и я потратил приличное количество времени и гулял по магазинам но я-то гулял меня интересует в основном часы и в данный момент я занят тем что готовлю вам видео про часы про часовой шопинг в дубае так что оставайтесь не переключайтесь если вы на меня не подписаны подписывайтесь и вообще ждите еще какие-то непонятные видео не знаю где чего как когда но что-то про дубай наверное тоже сниму и не просто про дубай и вообще какие-то вот я не знаю что будет но надеюсь должно быть интересно все на сегодня все хватит с вас хорошего понемножку большое спасибо что вы со мной на протяжении всего это видео это артем персидский подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте комментарии надеюсь скоро увидимся чао какао а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...